К узким специалистам, ну, во-первых, сейчас пошел сезон острых простудных заболеваний, и поток пациентов увеличился, все хотят попасть на прием к узким специалистам, иногда и зачастую, минуя даже семейного врача. Это как одна из причин. Вторая причина, мы как бы объявили по поводу того, что у нас можно записаться на прием, не приходить, как это было еще раньше, да, вот, дали мобильный телефон, и люди активно этим пользуются. Вот, ну, у нас там два человека работают, действительно большой наплыв этих звонков, и, возможно, да, действительно сейчас, особенно в этот период, трудно дозвониться, мы это признаем. Поэтому мы записываем и в телефонном режиме тем, кто дозванивается, и тем, кто приходит туда на прием, тоже запись эта ведется. Естественно, если люди приходят в каком-то неотложном состоянии, там, с высокой температурой или с какими-то проблемами, ну, если это не экстренная помощь, куда они должны обратиться в приемное отделение в больнице, то им здесь эту помощь оказывают без записи. В дальнейшем мы сейчас очень активно над этим работаем. Можете зайти даже в интернет и посмотреть. Вот, наши все узкие специалисты регистрироваются в медицинской информационной системе. На вчерашний день уже 23% всех врачей города Мелитополя были зарегистрированы в электронной системе охраны здоровья через медицинскую информационную систему. Вот, а узкие специалисты в зеленой поликлинике уже почти на 100% там зарегистрировались. И как только начнет работать эта система, предположительно, вот с 1 апреля, а может быть и раньше, мы наладим электронную запись к узкому специалисту. То есть тоже можно будет не звонить, зайти на определенный сайт, мы потом ссылки будем бросать, ну, как на первичке, и записываться на прием к узкому специалисту онлайн. Вот, но это перспективно, мы над ней работаем. А вот этот информационный центр или информационное бюро, которое создано на базе многопрофильной больницы интенсивных методов лечения, можно ли там будет, позвонив, записаться в очередь к узкому специалисту? Да, мы так планируем это сделать. Тоже, опять же, запускаем работу медицинской информационной системы. Мы в начале пути, как говорится, не только мы, а вся Украина. Вот, и именно на той территории также планируем, что будет работать эта система, и мы точно так онлайн сможем записывать людей на прием к узким специалистам, не только в зеленую поликлинику, но будем отлаживать систему приема к узким специалистам, тем, которые находятся на территории стационара. А если не онлайн, а по телефону? Ну, и по телефону тоже. Который нам звонился, он сказал, что он просто не может дозвониться, никто не берет трубку. Ну, я не могу прокомментировать, никто не берет трубку. Телефон есть, постоянно звонит. Я туда регулярно приезжаю и вижу, там регистраторы находятся, может, ошибся, я не знаю. Я допускаю, что может быть занято. Это да. Но чтобы трубку никто не брал, в рабочее время там постоянно есть люди. Ну, может, кто-то вышел, но все равно они там по два человека. Может, какой-то был технический сбой. В этом информационном бюро можно и по телефону будет с вами. Да. Мы установим и стационарный там телефон, уже сеть заведена, и мобильные телефоны. Там тоже уже закуплены, подготовлены. Но мы пока его еще не запустили. Он будет работать тогда, когда будет работать вся больница. Пока сейчас в таком укороченном варианте. Стоит человек на рееструктуре в кардионеврологическом отделении, уже он там есть. Он регулирует процессы, потоки пациентов, которые туда поступают. И тех людей, которые там приходят проведывать, чтобы не было чужих, посторонних, непонятных людей. Это уже там на рецепшене человек стоит. Но электронной системы пока еще там нет. Мы готовимся к этому.